Когда я выписывал себе на мешкурку пропуск, и прилетает женщина с такими вот горящими глазами, говорит, где шли по Мерске, где шли по Мерске? Я говорю, где шли по Мерске? Большего разочарования на лице я не видела. У меня чуть-чуть напомнение, вот, пришли по Мерске, когда я, значит, после института пришла работать в НИИТУ, а Витю отправили в армию служить. Ну я же не могла остаться, мужу при женате, я должна хотела к нему в армию поехать, и пришла увольняться, а я еще молодой специалист, только закончила институт, там два месяца прошло. Увольнять меня не хотели. Я прихожу к директору, говорю, вот я хочу, у меня муж в армии, значит, пишите мне заявление. Он читает заявление, говорит, шли по Мерске, я говорю, шли по Мерске, это говорит, что сын? Я говорю, нет, племянник. Подписываю, я говорю, без слов, это заявление, как выезжайте. Да, и еще я хочу добавить, он так хорошо, но красиво матерился, что она не понималась, как это не понималась. Это было, ну скажи, у нас не получится. Нет, он очень красивый, говорит, жопа. Особенно, когда за рулем, когда тогда вот у него машина появилась. Давайте за него, за памятник. Ну, это один, из обратного, из обратного. Клан Шлифа, который сидит здесь только потому, что дядька остался всегда здесь. Если бы он урванул, так... Думаешь, все были? Конечно, они же сидели, смотрели, у меня есть здесь, есть порядок, можно сидеть. Если заглянуть в интернет, на фамилии Шлифобирского, то 75% приходит на Вениамина Исаковича и на него. Там 2% на меня, а остальные какие-то на фамилии. Так что кто хочет... Почему она вспоминает какого-то басечку Шлифобирского, который... Да, у курочки, да. Да. Это же он реально. И Серафима есть. Серафима есть. Так, а я... Софья была переводчицей с английского книга. Саня, писатель, раз, в Санглесной. 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 Нет, это санглесной, боковая девайка. А тут корень был дядькин. Ну, за него. Старший старый, за него. Давайте, давайте. За Геннелесной. Кстати, он был большой ученый. И его просто не оценили в свое время. Просто, может, на его книжах, которые были фактические энциклопедии для цифровой техники, были защищены десятки докторских диссертаций. А вот доктором так и не было. Потому что книги эти были монографии о дискретной информации, передаче. Он работал, ему некуда было защищать. Ничего, он занимал высокое положение, не задел. Нет, он был вообще на связи с тем, как бы не хотел спозиться со всеми бумажной работой, с оформлением. Он был очень галантливый изобретатель и практик. Ему интересно было создавать, а потом видеть этот продукт. В Москве была вот такая книжка, вот такой толщины, называлась «Космическая радиосвязь». Это было 1966 год. Я не знаю, какая там «Космическая радиосвязь» была. Но этого такого размера под редакцией Шиподьевского. Но это просто восторг. Не знаю, если в «Космос» начали летать в каком-то 61-м? Да. Раньше, наверное, какая-то связь была. Всего-то пять. И вот такую книжку за пять лет намотали, да? Первый дисплей, который отражал положение в космосе ракеты или уже потом обитаемой станции. Первый дисплей создал он. Он был руководителем этого дела. И этот дисплей в Центре управления полётом был в своё время создан по его правилам. И ему обещали, что последняя из его работ может быть принята как докторская диссертация. Тогда было правило, что по совокупности работа. По совокупности можно было. Но Толпылев там получил и многие по совокупности работают. И вот когда его книжка вышла, в этот же год отменили это положение о присуждении доктора наук без защиты диссертации. Но это у технарей, потому что гуманитария всё равно осталась. Нет, так и не было. Он так и остался кандидатом. Нет, он-то да. Я говорю, это у технарей, а у гуманитария? Но он кандидатом же был. Кандидатом он был. И вот его кандидатская диссертация. Ну а потом он был консультантом очень многих систем. И главным конструктором машины Нева. Это для машины, которая обеспечивала работу междугородной станции. Таких машин было построено 20. И некоторые... Нет, машин было 50. Остался, грубо говоря, 20-36. Ну, одна машина работает до сих пор. Нет, ну такой он влез в мою область, который там... Нет, я за ругоном стоял. Нет, а вот самое последнее, просто из-за того, что он ушёл из жизни, и не хватило его энергии, это вот в Москве создавал, он создавал такие какие-то аппаратики, а мы с ним ругались. И говорю, если, говоря, не выйдет, я вам не прощу, потому что это будет подсчёт, там сколько чё-то такой телефонный тариф. Там ещё не тарифы шли, а он что-то создавал, такой аппаратик подсчёт разговора, минуты. То есть, должно было существовать, мы все привыкли к определённому тарифу, а там надо, как честно, платить по секунду, по минуту, на временной. В принципе, это его вложение. Ну, ему не хватило жизни и дальше, да, не хватило жизни и дальше вот это. Это самое последнее, это какой-то, это в виде хобби вообще-то у него было в делу. С началом девятьсотых годов, то есть девяностох годов, началось страшное вырунство, и пропадали даже целые контейнеры, целые вагоны, которые границы проходили, а потом где-то исчезали. И вот он изобрёл систему учёта этих контейнеров. И она должна была быть включена. То есть, в металле её хотели уже сделать. Но потом что-то там изменилось, и... Решили воровать эшелоны. И выиграли. Выиграли. Ворок, что уходили. Так это оно и не пошло. Но автор свидетельств и репатент, я знаю, у нас нет. А как мы относимся к чайку? На красивую. Прошли. Давайте. Есть и пиццы. Нет, не пиццы. Нет.